В московском Крокус-Экспо на выставку инфраструктуры гражданской авиации приехал один очень интересный экспонат. Это автобус, да не простой, а аэропортовый, то есть, как их еще часто называют, перронный, предназначенный для доставки пассажиров от терминала до самолета и обратно. Интересно, что помимо Минского автозавода в странах Таможенного Союза таких автобусов никто больше не выпускает, тогда как МАЗ изготавливает их на протяжении полутора десятков лет. Но экземпляр, показанный на выставке, перронник нового поколения, второго. Первый назывался МАЗ-171. В свое время об этой необычной машине я даже сделал отдельный ролик. А нынешний получил название МАЗ-271. И разница между предшественником и его преемником весьма существенна, причем не только в конструкции кузова и его дизайне. Начнем с малого, а именно с зеркал заднего вида, точнее с их отсутствия. У новичка вместо этих зеркал видеокамеры, изображение из которых выводится на мониторы, установленные на внутренних стойках ветрового стекла. И еще один монитор есть по центру кабины, на него выводится изображение из салона. Рулевая колонка регулируется, а справа от нее расположен селектор управления автоматической коробкой передач. Что можно сказать про салон? Двери здесь, как и у любого перронного автобуса, расположены по обе его стороны. В отличие от предшественника, нижние элементы механизма их открывания спрятаны под полом, и поэтому не мешают посадке и высадке пассажиров. Пол в салоне совершенно ровный, ведь силовой агрегат установлен в передней части машины и передает крутящий момент на колеса именно первой, то есть управляемой оси. Сидений традиционно, самый минимум, просто, чтобы в пустую не пропадало место на скатах задних колесных арок, в верхней части которых сделано место для багажа. На полу вдоль бортов, где это возможно, расположены обогреватели, и то, что их много, в принципе, правильно. Ведь это только кажется, что от терминала до самолета ехать всего ничего. Бывает, автобус дожидается занятых на регистрации пассажиров до получаса, причем почти все время хотя бы с одной открытой дверью, а если при этом на улице минус 20. Кстати, здоровенный кожух в передней части салона – это на самом деле не что иное, как колесные арки, между которыми спрятан отсек под размещение коробки передач, передающий крутящий момент на передние колеса, которые, как я уже говорил, сделаны и управляемыми, и ведущими. Разработанные специалистами МАЗа, что передняя, что задняя подвеска, зависимая пневматическая. На каждой оси по 4 пневмобаллона. Кстати, в арке управляемых колес в передней ее части можно увидеть выхлопную трубу. Из другого борта есть такая же. Так вот, работает на выхлоп та из них, которая расположена со стороны, противоположной той, с которой садятся или выходят пассажиры. Еще одна интересная деталь, чтобы уменьшить величину выступающих в салон колесных арок, задние колеса сделали меньшим диаметром, чем передние. Высота порога дверей невелика и составляет всего 340 мм. Но есть еще и система книлинга, то есть наклона кузова, которая во время посадки пассажиров уменьшает это значение до 300 мм. Отмечу, что габаритная длина МАЗ-271 составляет почти 14,5 метров, а ширина почти 3,2 метра. И это неудивительно, ведь у таких машин ширина не ограничена вообще ничем, кроме поперечного габарита железнодорожного вагона, на котором перроник поедет от завода к заказчику. Вместимость автобуса в показанной на выставке конфигурации 99 человек, а его полная масса достигает 22 тонн и равномерно распределена между передней и задней осями. В завершение отмечу, что если МАЗ-171 оснащали 170-сильным дизелем Deutz в паре с гидромеханической коробкой передач марки ZF, то в моторном отсеке у новичка стоит мерседесовский дизель мощностью 240 сил, с которым агрегатирована гидромеханическая коробка Ellison. Такой вот он, новейший МАЗ-271. Кстати, это не первый его экземпляр. Еще в прошлом году шесть этих автобусов поставлены для работы в аэропорт Борисполь. А тот, что демонстрировался в Москве, останется в России. После выставки он отправится возить пассажиров в Омский аэропорт. Продолжение следует...